Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слава Богу, спасибо тебе большое Так, а где остальные? Где Егор, где Руслан? Девушки отдыхают 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 Мы рады поздравить вас с приближающимся самым светлым, самым человеческим, самым добрым праздником. С наступающим вас Новым Годом, дорогие друзья. Давайте, ребята, хором поздравим наших дорогих зрителей. И три-четыре. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Привет, друзья! Ну вот и наступил тот самый долгожданный выпуск, новогодний выпуск «Боевых ботаников» с ответами на ваши вопросы. С чем мы подходим к новому 2016 году? У нас сразу несколько круглых дат. У нас уже практически 200 тысяч подписчиков, нам ровно два года. У нас перебывали практически все ведущие блогеры России и Санкт-Петербурга. Мы поучаствовали в новых спецпроектах на других каналах. Мы с Андреем Басыниным успешно съездили в Минск. Но все это, конечно, интересно, но мы не можем перейти в Новый Год, оставив за собой хвосты, оставив за собой долги в виде ваших неотвеченных вопросов. Чему, собственно, и посвящен сегодняшний выпуск. Мы, четыре героя, я, Руслан Акумов, Андрей Басынин и Егор Чудиновский отвечают на ваши вопросы. Ну и давайте начнем с меня. Отстреляюсь первым. Так, первый вопрос. Кто придумал название «Боевые ботаники» и что под этим подразумевалось? А то как-то непонятно. Ваших героев трудно назвать ботаниками. Ну, ребят, на самом деле название «Боевые ботаники», конечно же, придумал я. У меня даже сохранилось, когда мы начинали канал с Давидом Чурадзе, у нас была такая длинная переписка в скайпе. Был такой творческий поиск. Проблема нейминга стояла достаточно остро. Ну и в итоге родилось название «Боевые ботаники», под которым я подразумевал и вас, наших зрителей, людей, в первую очередь, умственного труда, я надеюсь, которые, тем не менее, увлечены единоборствами. Нас, ведущих, команду боевых ботаников, оператора, монтажера, режиссера, мы тоже ботаники. Ну и, безусловно, наших героев. Да, они не похожи на ботаников, но это тренеры, которые думают. Это думающие тренеры, которые беспокоятся о системности, о методиках и так далее. Поэтому «Боевые ботаники» мы все. Мне кажется, название удачное, а вам как кажется? Я думаю, вы со мной согласны. Переходим к следующему вопросу. На самом деле, я немножко беспокоюсь, потому что тоже хочется уже присоединиться, сидеть за стол. И, ну, вообще, так не договариваюсь, что они уже начнут есть. Но, вот бы я себе такого не позволил. Так. Евгений, как колено? Как проходит реабилитация? Когда ждать встряски? Спасибо. Шоптоп задает вопрос. Ну, на самом деле, с коленом все нормально. Миниск удалили. Я пропустил, мне три месяца, как планировалось, а около полугода. Сейчас потихонечку возвращаюсь с тренировками. Тренируюсь нерегулярно. Три раза в неделю, то один. Ну, колено не беспокоит. Ну, как оно может не беспокоиться? Остались порванные крестообразные связки, поэтому с коленом все равно не очень хорошо. Насчет встряски. Мы хотим сделать какое-то новое шоу весной. Еще не знаю, что это будет. Но я точно не буду участником этого шоу в качестве подопытного. Все, я уже все-таки не молод, не здоров. И мы найдем кого-нибудь более бодрого и резвого. Спасибо. Так, следующий вопрос. Женя, в Инстаграме... О, кто-то смотрит наш Инстаграм, читает. Кстати, присоединяйтесь. Так, что же там в Инстаграме? В Инстаграме все видели постельную сцену со Светой. А как ты на самом деле относишься к своей будущей соведущей? Вопрос задает... Вопрос. Света, ну что за дела, Света? Ну мы же договаривались. Ну что за номера? Ну зачем? Извините, пожалуйста. Вырежи это, ладно? Не будем это показывать. Готов? Готов? Очень тоненький вопрос. Будут ли мастер-классы в Москве? На самом деле, ребята, мастер-классы могут быть где угодно. В Москве, в Лос-Анджелесе, в Берлине, в Тель-Авиве. Приглашайте. Представители клубов нам пишут. Я высылаю там наши условия. Это, естественно, абсолютно там коммерческая бизнес-история. И мы приезжаем там, в первую очередь, с Андреем Басыниным. Но если кто-то из наших героев захочет присоединиться к нашему бродячему шапито, то, пожалуйста, приедем с кем угодно. Пишите, оставляйте ваши заявки. Борис Рейзер задает вопрос. Вопрос Жени, который он регулярно игнорит в Инстаграме. У кого из своих героев он занимается на постоянной основе? И если занимается, то почему выбрал именно этого наставника? Но на самом деле я занимаюсь у Андрея Басынина. И сегодня у нас три героя. Руслан, Андрей и Егор. У нас в ВКонтакте был опрос. Кого вы считаете тройка лучших героев? У меня есть две тройки. Тройка лучших героев – это одно. И тройка лучших тренеров – это другое. Вот тройка лучших героев, на мой взгляд, это те, кто с вами выпусками, выпусками соло, а не лучший из лучших, набирает в каких-то выпусках больше 100 тысяч просмотров. Таких человека у нас три. Это Андрей Басынин, Николай Талакин и Павел Бадыров. Вот это лучшие герои. Но что касается лучших тренеров, то здесь моя тройка такая. Первое место Руслан Акумов, второе место Андрей Басынин, третье место Егор Чудиновский. У Руслана Акумова занимается моя дочка, у Андрея Басынина занимаюсь я сам. Возможно, еще тоже немножко позанимаюсь у Руслана. Следующий вопрос. Владимир Волов. Вопрос к Евгению. Каких результатов он добился в бодибилдинге? Ребята, я никогда не занимался бодибилдингом, я занимался пауэрлифтингом. Ну, так, немножко качался, но, конечно, никаких соревновательных позывов в бодибилдинге у меня отродясь не было. В пауэрлифтинге я в 98-м году выполнил КМС до 75 килограмм. Тогда сумма была на КМС 520, я сделал ровно 520. 180, 120, 220. Такие результаты в тройке. Следующий вопрос задает мой тезка Женя Рыженков. Женя, будет ли славный обзор или что-то в этом роде с обломочем? Спасибо. Да, мы со славным дружей, с Олегом договаривались о том, что мы с Андреем придем и либо будем что-то готовить, либо сделаем обзор на что-то. Но здесь есть одна заковыка. Вот славный дружей хотел, например, нас позвать готовить рождественского гуся или индейку, но я-то вегетарианец, мне-то нельзя, поэтому, ну, это было бы, чтобы я испытывал фейспалм в течение всего выпуска, это было бы не совсем красиво. Поэтому, возможно, если Олег будет делать обзор на какое-то, на доставку от вегетарианского заведения, то там я буду очень в тему. Ну, короче, скорее всего будет, но здесь сейчас мяч на стороне Олега. Олег, привет, ждем приглашения. Вопрос от Владимира Маркова. Женя, как вы ощущаете себя в жизни в плане способности защитить себя и близких? Уверены ли в этом и насколько? И насколько повлияли на это ваши занятия боевыми искусствами? На самом деле, занятия боевыми искусствами никак на это не повлияли. Я, на самом деле, в определенном смысле фаталист. То есть я считаю, что от тех угроз и опасностей, от которых я себя могу защитить, я защищу. От которых не могу, не защищу в любом случае, при этом не помогут никакие занятия боевыми искусствами, единоборствами. Я единоборствами занимаюсь не для самозащиты. Ну, в такие ситуации попадаю редко, и если попаду, ну, что будет, что будет. Я думаю, что это в последнюю очередь зависит от техники владения единоборствами. Хотя, занимаясь единоборствами, я стал чувствовать, что я стал более конфликтный, я стал более агрессивный. Я, на самом деле, не такой человек, как вот, как предстою в роликах. Я завожусь с полоборота, там кто-то вот, автомобилист меня не пропускает, я уже готов там. Ну, неважно. В общем, я стал более агрессивный, и когда я меньше хожу в зал, этой агрессии больше. Когда я хожу в зал, все, агрессия утихомиривается. Так, следующий вопрос. Женя, в ваш адрес и в адрес канала сыпется много разной критики. Ну, на самом деле, не так уж и много. Не всегда она конструктивная и объективная, бывает много грубостей. Как вам удается быть настолько независимым от общественного мнения, и в то же время гибким, чтобы найти с этой общественностью язык? Друзья, на этот вопрос я предлагаю ответить нам всем песню. Если ты нахмурясь, нам дизлайки ставил. Если не подписан ты на наш канал, пусть все будет жестко, как в боях без правил. Ты уже ведь взрослый мальчик знал, чем рисковал. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется наших глаз. И хорошее настроение не покинет больше нас. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется наших глаз. И хорошее настроение не покинет больше нас. Ну а мы продолжаем. Женя, ты веришь в Краф Магу? В Краф Мага, друзья мои. Краф Мага не склоняется. Правильно я говорю? Ты веришь в Краф Мага? Каково твое мнение стало после изучения стольких боевых искусств? Ну я-то, конечно, я там мастер многих боевых искусств. Когда снимете ролик про бесконтактный бой, чтобы нам поржать? Евгений Посаженников, или Посаженников, прошу прощения, задает вопрос на ютубе. Ну что я могу сказать? На самом деле, мне в принципе не очень интересны единоборства, как самозащита, я сказал. Но если заниматься самозащитой, то на мой взгляд, Краф Мага, ну да, это лучший вариант других, я не знаю. Никто рядом, близко не стоит. Мое такое мнение. Когда снимете ролик про бесконтактный бой, ну, наверное, никогда по моей инициативе. Потому что я не приглашаю тех героев, которых я считаю фриками, шарлатанами, которые, в принципе, мне не нравятся. То есть, если герой к нам пришел, многие говорят, что вот Женя кого-то пригласил, чтобы там вывезти на чистую воду, чтобы поржать. Нет, таких героев нет. Я приглашаю только тех, за кем я вижу определенные заслуги, кого я уважаю, с кем я вижу возможность для содержательной беседы. Но, если мастера бесконтактного боя сами выйдут на нас, такой разговор возможен, да. Посмотрим, почему нет. Виктор Тараканов задает вопрос. Женя, скажи, пожалуйста, вот Андрей, Руслан, да и многие другие тренеры говорят, что занятиями без тренера нужных результатов не добьешься. Вопрос такой, а для чего тогда снимаются видеоуроки? И еще, к слову, Масута Цуаяма один в лесу занимался. Один в лесу занимался. Ну, насчет Масута Цуаяма я ничего не могу сказать. Насчет того, для чего снимаются видеоуроки. Видеуроки сейчас снимаются для просмотров. А просмотры нужны для денег. Канал «Боевые ботаники» – это бизнес-проект, и ровно до этого снимаются все видеоуроки. На самом деле, по большому счету, каждый тренер дает эти видеоуроки не для того, чтобы вы занимались самостоятельно, а для того, чтобы показать, какой он хороший специалист, для того, чтобы люди пришли к нему заниматься. Здесь обоюдно выгодно для всех. Канал получает деньги за просмотры с рекламодателей, тренеры получают новых учеников. Если кто-то из вас это использует для того, чтобы заниматься самостоятельно, пожалуйста, пробуйте занимайтесь. Но каждый наш герой говорит, что 90% любых видеоуроков не предназначены для самостоятельной работы. Ну, может быть, что-то по физподготовке. Часто эти видеоуроки смотрят сами тренеры, которые используют это в своих тренировках. Но, еще раз, наш канал, я никогда не говорил о том, что смотрите видеоуроки и будете там мастером единоборств, можете защитить себя. Я считаю, мое глубокое убеждение, которое разделяют все наши герои, самостоятельно заниматься единоборствами невозможно и бесперспективно. Если, конечно, вы уже не состоявшийся мастер и сейчас просто поддерживаете форму. Так, Шульц 812 задает вопрос. Проект «Боевые ботаники» так и останется проектом на Ютубе? Не планируете ли вы создать движение или сообщество под эгидой Бобо, чтобы больше продвигать спорт в массы, особенно детям и подросткам? Массы, ненавижу это выражение, массы. Что-то в нем есть такое. Ну, ладно. Я имею в виду бесплатные тренинги, показательные выступления в школах, детских домах и так далее. Нет, друзья, как я уже сказал, это бизнес-проект. Слово «бесплатно» меня передергивает, когда я слышу слово «бесплатно», как и наших героев. Останется ли проект «Боевые ботаники» на Ютубе? Ну, нет. Выходим в офлайн, те же самые семинары, мастер-классы. Но на самом деле развиваться, конечно, хочется. Но мне кажется, что развиваться надо в сторону медиапроекта. И, может быть, это будут не «Боевые ботаники». Мы тут недавно разговаривали с Андреем Басыниным и решили сделать канал про домашних животных. Вот такой представьте. Выходит Андрей Басынин, укутанный в плед. На руках у него пушистый сиамский кот. И выпуск называется «Что делать, если ваш котик заболел?». Ну, а что такого? Лица известные, лица медийные. Единоборство, к сожалению, я вижу потолок ограниченный, ну, не знаю, там, пятьюстами, тысячами подписчиков. Но не более того. Поэтому развитие – да, но скорее не в сторону единоборства, а в сторону медийности, в сторону других проектов. Илюха Кузнецова в ВКонтакте задает вопрос «Почему не стало выпусков, посвященных борьбе?». Опять-таки, все решают просмотры. Борьба плохо смотрится. Есть, по-моему, если я ошибаюсь, только один или два выпуска про борьбу с Петром Кретовым. Это выпуск про вольников, больше 100 тысяч просмотров, по-моему. Возможно, про прогиб, могу ошибаться. В общем, один или два выпуска про борьбу. Борьба плохо смотрится, поэтому борьбы стало, естественно, меньше. Мне не интересны выпуски, которые набирают там 25-30 тысяч просмотров и не более того. Если какой-то из наших героев, преподающий борьбу, предложит интересный проект, интересный формат подачи про борьбу, мы будем снимать борьбу больше. Сейчас однозначно борьба будет в аутсайдерах. Ударка интереснее, ударка больше смотрится. Еврохит задает вопрос. Женя, кто твой оператор? Покажи его. Покажи его. Пусть расскажет, что значит снимать для канала, что должен знать и уметь, и какой ты человек. Кто какой человек? Оператор, видимо. В команде Бобо три человека. Женя, оператор и басыня. На троих делите или как? Мы на троих делим или как? На одного на меня. На одного делим. На самом деле, друзья, боевые ботаники это я. У нас, я недавно посчитал, за все время существования канала, 10 человек снимали наши выпуски. Три человека работали больше, чем полгода. Кто-то снимал буквально один выпуск тестового задания и не проходил его. Кстати, один выпуск сняла небезызвестная Мария Муратаева, звезда шоу «Слабо» на канале Листово Шоу. Кто-то подменял заболевшего оператора, снимал пару выпусков. Но я могу отметить, помимо сегодняшнего оператора Егора, с которым я вас познакомлю чуть позже, могу ответить три имени. Это Давид Чураза, с которым мы начинали. Это Ньюорди Иванович. Это Юлия Курмаева. Вот эти ребята, они проработали там дольше всех, как минимум полгода, а то и больше. А сейчас Егор Арестов, сейчас он даст мне, наверное, в руки камеру, и я его покажу вам. На начале хочу рассказать еще кое-что хочу добавить. На самом деле, да, для простоты в обиходе, в разговоре между героями мы называем моего коллегу оператором. Но на самом деле это оператор в последнюю очередь. В первую очередь это режиссер, сценарист, монтажер и уже в последнюю очередь оператор. Это человек-оркестр, он делает все выпуски. Егор работает недолго, там чуть больше одного месяца, но вот как два, звучит голос и загадывая. Егор работает два месяца. Что мне запомнилось, какая история? Вот уже упоминавшаяся, уже упоминавшаяся ранее постельная света со сцены. Постельная света со сцены. На самом деле вот актеры вначале были очень скованы, не могли раскрепоститься. И Егор предложил, ну не то, что он предложил, он просто сказал, Женя, а почему ты лежишь как Ленин? И вот после этой фразы как-то все пошло гораздо раскрепощеннее. Ну а теперь давайте дадим слово Егору, он скажет пару слов, что он такой, и что для него работа на канале «Быловые ботаники». Хорошо. Сейчас камера будет трястись, друзья, звук будет ужасный, потому что это буду делать я. Камеру ему дать, ага, как же. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Егор, я оператор. И сейчас я расскажу вам, что значит работать на канале, какой человек Женя, какой человек Я. Надеюсь, это будет вам интересно. Значит так. Вот, наверное, и все, что я хочу вам сказать о работе на канале «Быловые ботаники». Спасибо. Продолжайте смотреть. Приятного просмотра. Вопрос задает «Твое третье легкое». Такой ник у человека на ютубе. Вопрос к Евгению. Если бы он решился на татуировку на груди, какой из его персонажей был бы выбит на онный? Басынин, Шедловский, Акумов, ребенок женского пола и т.д. Хороший вопрос. На самом деле я бы никогда не решился на татуировку, ни на груди, ни на каком-либо другом месте, потому что мне в принципе не нравятся татуировки, я очень плохо отношусь к татуированным людям. Но да, есть исключения. Особенно мне не нравятся татуировки на девушках. Ну, возникают вполне определенные ситуации, но опять-таки тоже есть исключения, друзья. Но я у себя татуировки делать не планирую. Ты дай предпробенять? Иван Иванов задает вопрос. Прокомментируйте бой блогеров. На днях была драка Симонова и Пантелейкина в ринге с кровью. Посмотрите в ютубе, интересно узнать наше мнение. Да что, смотрите, я смотрел бой. Ну, что я могу сказать? Когда я недавно встречался с Славным Дружей, я спросил, а ты знаешь таких чуваков? Там Рэдисон, Пантелейкин, Симонов, Носколжение. К сожалению, да, мне стыдно, но я их знаю. Вот я могу примерно так же ответить. Мне стыдно, но я их знаю. Мне абсолютно антипатичны все эти персонажи в разной степени антипатичности. Но бой я посмотрел. Ну, это такое-то фрик-шоу в общем смысле этого слова. Чуть менее противен мне Михалыч. Я болел за него, но он, к сожалению, проиграл. Ну, с точки зрения там технической составляющей, ну, мне сказать нечем. Ну, это забавно, да. Но это не мои герои, извините. Так. Вот, шикарный вопрос. Друзья, внимание. Вопрос ко всем. Ко всем. Но, наверное, кроме Жени. Именно я буду отвечать на этот вопрос. Так как не верю, что он на такое способен. Интересно. Как вы думаете, на что они способны? От патуировки. От патуировки раз. Почти. Скажите, приходилось ли вам поднимать руку на женщину? Ну, неважно, в каких обстоятельствах. Только, ну, очень честно. Спасибо. Юрий Николаенко, автор этого вопроса. А зря, Юрий Николаенко, ты не веришь, что мне не приходилось. Но, на самом деле, это была не рука. Это была нога. И это было примерно, по-моему, в третьем классе. Я ударил одноклассницу ногой в живот. Мне кажется, это было у Шира, скорее всего. То есть, как-то мы боролись за ранец. И вот разворот, и вот в живот. И из-за этой... Настя, привет. Меня не приняли в пионеры даже... Меня не хотели принять в пионеры даже во второй заход. Я, на самом деле, всегда учился хорошо. Во-первых, в начальной школе вообще был отличником. Но с поведением и с пролежанием у меня всегда были ут-ут. В первый заход в пионеры меня не приняли просто по определению. Вообще не было шансов. И из-за этой Анастасии меня чуть было не приняли во второй заход. То есть, меня поставили перед доской вместе с ними. И учительница таким трагичным голосом сказала. Друзья, вы знаете, Женя, отличник. Он ударил Настю ногой в живот. Мне очень было стыдно. Мы вышли с ней. Я же сказал, что ж ты, сучка граная. Меня из-за тебя не принимают в пионеры. В общем, вышел, вернулись. Настя сказал, что Женя извинился, все хорошо. И мне торжественно повязали галстук в мраморном дворце. С тех пор, да, таких инцидентов не было. Но давайте дадим теперь слово нашим друзьям. Они расскажут. Я перефразирую вопрос. Где и когда вы били женщин? Давайте так. А то я не верю. Возможно. Нет. Я уверен, что да. Давайте спросим. Андрей, когда ты бил женщин? Да вот недавно, когда снимали про банки. Еще? Ну, конечно, еще. Еще. Себе. Когда работал в нашем клубе, приходилось успокаивать девушек. По-другому не понимали. Все с девушкой начинают там сцепились. Это все. Только помогала нога. Ну, как нормальный мужчина. Не можешь поднять руку на женщину, а ногу как бы она сама собой туда летит. Только это был тип. Тип и девушка улетела в колодку. Не помню, как тебя зовут. Женя передал. Я тоже передал тебе привет, если ты узнал. А прикинь, это Настя Наша была. Вот такая судьба. Егор, встречалась ли тебе вот такая Настя на пути? Да, где-то посередине, во временном отрезке между тобой в третьем классе. Нашей школой Балакова. Да. И ночным клубом. Настя поехала в деревню к бабушке. Причем на Украину. Так. И там? И там была женская драка. И когда... Из-за тебя? Нет. Слава богу. И когда они там вцепились друг к другу в волосы, вообще нельзя было растащить. А там как бы один же свой, другой чужой. Так, получалось. И как бы, да, тип, он решает вопросы женских, по-моему. Единственное, что как бы... А ты двойной или как бы одного хватил? Или серию провел? Сдвоенной. Одного, одного. Биллиардию хватил. Ну там было много народу, что-то там, человек пять их пытался растащить. Своечок. Это, не знаю, где-то 14, наверное, было, 15, да, пришлось ногой отпихнуть. Пока, друзья, трое из четырех били женщин. У нас и так было всего лишь 5% подписчиц. Но я думаю, сейчас... Я еще заламывал. Спасти хотели. Да, у меня было такое одноклассивство в классе в десятом, когда я начал заниматься айкидой. И тогда, через три месяца после моего занятия айкидоса, со мной никто не здоровался. Потому что я, как бы, при любом случае, сразу что-то руку крутил, кисть ломал. Ну и что-то она как-то мне потянула руку. Что-то какая-то ситуация была. Ну и тут я не мог сдержаться, как бы не сделать сам Каджо Сай. И вот одно интересное. Вот вам хотя бы... Вы чувствуете какое-то чувство неловкости? Я, да, мне немножко стыдно. Ну, было тогда. Я уже искупил с тех пор свою вину. Чем казалось бы? Тут сам перед собой. Не, ну я был перед пионером в твой заход. Мне кажется, это удастся. Тогда Настя поняла, что не надо оттянуть руки. Андрей Бастынин не раскаивается. Егор? Он выполнял служебные обязанности. Я разнимал драку. Драк? Но коты виновен. Последняя надежда. Дорогие девушки, если вы еще не выключили, давайте сейчас, может быть, Руслан скажет, что у него ничего подобного не было. Сейчас Руслан такой, ну да, я же чемпион мира среди женщин. В абсолютной разуме. В абсолютной разуме. У меня тоже был случай. Крах каналу. И причем, ну, мне было стыдно и до сих пор даже стыдно, но получилась такая ситуация. Ну, получилось красиво. Получилось красиво, действительно, там, потом. Мы отрабатывали на тренировке, у нас была, там, мы отрабатывали печень против правого бокового. И где-то, мы, наверное, не знаю, недели две или месяц мы сидели на этой фишке. Он каждый день тренер нас там долбил с разных положений, что мы должны были эти бить. И мы после тренировки шли, подошли к ларьку, очень хотелось пить, такие, стоим там, ждем, ищем мелочь там, чтобы там лимонаду там или что-то купить. И подошла какая-то женщина такая, немножко бомжатская. Пожила бомжа, давайте вещи называть своими именами, друзья. Нет, нет, там, не бомжеватая женщина, подошла старушка. Вот, и она такая, говорит, дайте денег нам, говорит, мы нету денег. Типа тут сами он себе, это сам... И тут сама вылетела. Нет, она начала нагло, она стала перед нами, говорит, я вам это сам, стала перед окошком этого ларька, еще тогда, 90-е ларьки такие, как бы там, она закрыла окошко, где, дайте денег, там. Мы ее так, ну, где отсюда, как-то так, и дальше там пить же хочется. И она решила меня как раз правым, ну, как-то толкнуть в плечо. Так, и вот. Вот, и я просто на автомате, я даже не думаю, как раз после тренировки, это через полчаса было. То есть она меня толкает, а у меня на автомате вылетает от печени. И она хлоп так... Еще, причем, реально смешная ситуация была. Мы испугались, мы как бы вот стоим втроем, вот эта женщина стоит, и сзади нас идет мужчина. И он такой идет, такой, быстрой походкой. И как раз проходит мимо нас, так и поворачивается, ну, она толкает, я, как бы так, вылетает у меня печень, она падает, и этот мужик, не останавливаясь, так идет, ха, нокаут. И дальше, еще, еще быстрее. Это тренер. Мы так испугались, мы схватили сумки, так убежали, потом посмотрели, что она встала, все нормально. Я после этого так, ну, переживал за это дело. А тренер был Никочергин? Нет. Палка так бил, чтобы на всех отрабатывал вообще после. Вот, друзья, нам, конечно, всем немножко, не всем, но немножко неловко, но цените нашу откровенность, дальше будет еще интереснее. Сегодня только самые правдивые ответы, не переключайтесь. А там следующий вопрос будет беливать детей. А давайте им конвертики, я буду задавать. Какие конвертики? Друзья, сейчас у нас серия вопросов всем, поэтому я вас попрошу отвечать односложно и коротко. Так, любимое блюдо, Руслан? Оливье. У меня паста. Курица. У меня сразу, так, шуба оливье, шуба оливье, шуба оливье. Зубная паста? Зубная паста. Шуба оливье. Шуба оливье. Так, теперь с этого края пойдем. Как относитесь к алкоголю? Нормально. Употребляете? Постоянно. На Новый год будете? Наждусь. Отлично. Я отношусь нормально, не употребляю. Руслан? Все в миру. Использует ли герой в своих тренировках понятие энергия? То, что на Востоке называют ци или ки. Тренирует ли что-то подобное? Руслан? Нет, конечно. Почему? Ну, потому что для того, чтобы в этом разобраться, нужны какие-то мастера. Я лично таких не встречал мастеров, которые что-то в этом понимают. Егор? Не знаю, как называется эта энергия, когда у меня палка в руке, она как бы придает всем заряду. Энергичность. Энергичность. Спортсмены, друзья мои, тут ничего интересного не добьетесь. Может быть, Андрей Владимирович? Я второй дал айкидой. Я верю. Об этом еще будет вопрос. Используешь ли ты? Или просто веришь? Не используешь, но веришь? Нет, не использую. Отлично. Следующий вопрос. Дед Мороз. А нет, еще откладываю. Какой рост у всех участников выпуска? Женя, тебя это тоже касается. У меня 172 сантиметра. Каратыш. Да. А было бы интересный случай. Мы тут на соревнованиях, я посетил Патайском бокс-соревнования, и была девушка из нашего клуба, из клуба Клетка, из Словакии к нам приехала, Анна ее зовут. Я так стою с ней, она чуть пониже меня, мне кажется. А с девушками-спортсменками можно вести себя совершенно раскованно. Можно не стесняно задавать вопросы, сколько тебе лет, какой у тебя рост, сколько весишь. Ну, это нормально, спортивный вопрос. Вот мы поговорили, дошел вопрос до роста, я говорю, ну, не отвечай, вижу, там чуть пониже меня, где-то 170. И тут она выпрямляется, я понимал, что она стояла вот рядом с тобой, видимо, чтобы не смущать, немножко с гордостью. Так, выпрямляется, говорит, 175. И все, и наша сгорность на этом закончилась. Я ушел в другой угол. А, наверное, просто стойте, дядя. Руслан, сколько у тебя рост? 180. 180. 180. 176. 178. Ребята, чем вы еще увлекаетесь жизнью, помимо занятий единоборствами? Как любите отдыхать и проводить свободное от основной работы время? Спасибо. Серега, счастливый. Забываю иногда авторов, вопросов. Друзья мои, ну если ваш вопрос победит, то мы в конкурсе и получат приз, мы назовем автора, безусловно. Это вопрос задал Серега счастливый. Егор, хобби, увлечение? Стрельба. Не одна? Нормальное увлечение. А ты по живым движениям или по мертвым? Неохота. Практически стрельба. Слушайте, у меня любой активный образ жизни. Ролики, страйкбол, скейт. Все, что связано с другими книжками. Люблю почитать книжки до утра. Так, Руслан? Я тоже люблю читать книги, но у меня на это нет времени, поэтому все мое свободное время это с семьей мы проводим. По-разному. Ну, я... По-разному. По-разной стороны. Я бы вообще не мог ответить на вопрос, чем увлекаюсь в жизни, по-моему, знаете, единоборствами. Потому что я не могу сказать, что я прямо увлекаюсь так единоборствами. Это работа, а не увлечение. Люблю, сериалы люблю сейчас смотреть. К сожалению, реже смотрю полный метр, сейчас все больше. Сериалы американские, британские, скандинавские, английские, театр, кино, да, книжки. Но хотел про книжки сказать, но после Руслана Андрея уже все, не буду оригинальным. Раньше очень увлекался, играл в фэнтези-футбол. Сейчас немножко пастел к этому делаю. Фэнтези-футбол? Да. Это что-то, о котором потом расскажут. Да ладно, ну кто... Ребят, напишите в комментариях, что такое фэнтези-футбол. Кто еще играет, на каких сайтах, напишите. Вот все говорят, что если вас с кулака бьют в челюсть, то нужно пригнуть подбородок. Но! По теории-то тогда удар придет в нос. Что еще хуже? Объясните это явление, друзья мои. То есть, под каким углом, да, подбородок или... И так, и так наклонять. Почему на самом деле нос отдают, а подбородок закрывают? Потому что подбородок попадают, подбородок можно накрутировать. А у нас просто обиды у кого-то, да? Нос сломают, и все. Есть версия. Мы же так говорим, что просто у каждого любого человека, да, не спортсмена. Представляем? Я думаю, что просто организм съеживается, и все. И поэтому подбородок прижимается, ты сидишь. Или же просто гордо поднимай подбородок, говорят себе, бьют подбородок, поднимай и отдай шею. Руслан, почему отдают нос? Да никто не отдаёт. Подбородок убрал, а нос уберёшь. Интересный универсал. Нос тоже уходит. Все в тяну. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли сочетание тренеров в своей преподавательской деятельности одновременно работа по разным направлениям в единоборствах? Спортивное, традиционное, прикладное. Чтобы тренер был таким вот универсалом. Руслан? Нет, конечно, это разные вещи. Я думаю, что человеку зависит. Он может одновременно вести секции по тайскому боксу и может быть Эйкедову, например. Если он это умеет, то почему бы не. Мне кажется, это тяжело. Но возможно. А я хочу уточнить вопрос. Бывают ли такие люди, которые одинаково лояльно относятся ко всем трёх направлениям? По-моему, это всегда такие адепты какого-то из этих направлений, они достаточно упертые. Все ко всем другим относятся снисходительно, с высока и чаще вообще их не принимают. Бывают люди, которые одинаково уважительно и профессионально относятся к прикладникам, и к спортсменам, и к традиционщикам. Сами такими являются. Это редкость, но есть такие люди. А насчёт того, что можно преподавать, только это не будет эффективно, потому что нужно полностью туда вдаваться. Так можно, конечно. Можно сегодня ходить в шатакан делать, завтра там тайский. Распыляешься. Просто будешь поверхностно что-то делать. Где-то всё равно надо углубляться. Окей. Смотрели ли вы бой Бадюк-Рязанцев на последнем турнире «Файт Найт» и что можешь сказать по этому поводу? Нет, не слежу. Я случайно попал, смотрел, что могу сказать. Он молодцы. Просто вопрос, как к этому относиться. Об этом, собственно, и есть вопрос. Да, да, да. Люди, как это сказать? Так, как же сказать, чтобы не обидеть, так будем катать. Общественные люди, они вышли… Медийные лица. Или медийные лица, правильно. Да, они вышли, потрались под… Молодцы. Это же называется «Звёздный матч». Это же не… По-моему, достаточно красноречивый ответ, на самом деле. Молодцы, я за. Я спал ярко. Мне не интересен был этот бой. Я смотрел, мне этот бой напомнил вот мой финальный бой в Австралийске-2. Но, на мой взгляд, мы с Сашей были более разнообразны и более азахны. Ну, а так, ну да, молодцы, вышли. Только я не понимаю, зачем оставить бои, когда один тяжелее другого на 30 или 40 килограммов. Но вот это мне показало странно. Следующий вопрос. Недавно смотрел видео, в котором Бадюк говорит о вреде кроссфита, а Денис Семенихин, наоборот, его популяризирует. Какое ваше мнение по этому поводу? По поводу кроссфита, видимо. И делаете ли вы его сами? Практикуешь ли ты, Руслан, кроссфит? Ну, я очень мало, потому что у меня мало времени хватает. Но вообще кроссфит очень классная тема, она очень подходит хорошо. Не будет ли закисления миокарда? Нет, не будет. Я считаю, что это сейчас. Сейчас все профессиональные спортсмены используют кроссфит своей подготовки. Про единоборжество, если говорить. У нас Артем Чистяков сейчас, он настолько туда влез, он мне там такие вещи показывает, что я просто, я, мне очень хочется. Было бы больше времени, я бы много времени уделил бы кроссфит. Любителям рекомендуешь, а не профессионалам рекомендую, но важно, чтобы был тренер правильный, как и везде, как и в обычных тренерах. И вот, по отношению к кроссфиту. Я сам кроссфитом не занимаюсь, прям так, что я пришел в секцию кроссфита, просто занимаюсь круговыми тренировками, собственным телом, достаточно интенсивными. Ничего не могу сказать, ни за, ни против, я просто не углублялся туда. Окей, Андрей? То же самое. Что? То же самое. Слушай, ну я не углубляюсь с кроссфитом, делаю круговые, называй их круговые. Вреден он или полезен? Мне кажется, это смысл, какого тренера тренироваться, кто как будет подходить к этому процессу. Потому что, знаем, да, что есть там упражнения с рывками, если у человека нет какой-то базы, и тренер неправильно там подведет. У меня даже есть таком, который занялся кроссфитом, и через полгода он все-таки сорвал со спины на этих рывках. Атака, мне кажется, это шикарная штука, особенно для единоборств. Ну и так, для общих, потому что там и пеки, и плавни, то есть они все задействуют. Все, достаточно. Все. Служили ли вы в армии, Андрей? Да. Сидели ли вы? Да. Теперь серьезно, служил в армии? Да. Зачем ты брел? Я знаю, что ты не служил, зачем ты брел? Я сидел в армии. Я сидел в армии. Вот, все. Служил? Нет. Служил, Егор. Лежит билет офицер-запасный. Ну, у меня тоже лежит, но я не служил. Ну, то же самое после института, военной кафедры, сборы. Руслан? Он тоже не служил. Друзья, никто не служил. Светой, жалко, Светой здесь нет. Она бы себя посмотрела на нас бы так. Сейчас кто был бы перевернут. Там все, да. Встала бы, ушла бы. С взяла бы на презрение. На самом деле, даже, мне вот, честно, было обидно читать этот вопрос. Неужели кто-то может подумать? Ну, я про себя говорю, я не знаю про ребят, как они к этому относятся. Мне было бы обидно. Я что, похож на человека, который добровольно бы пошел в армию или не нашел легальных, подчеркиваю, легальных причин для отсрочки? Друзья, вы за кого меня принимаете? Конечно же, нет. И никому, кстати, не рекомендую. В наше время, да, у кого были мозги, тут не служили. Это сейчас, сейчас может быть становится. Сейчас, я вот прям... Сейчас 25% отписок примерно. Я сейчас расчется там, да, там... Не, себе можно, конечно, там, хочешь год потерять, там, два. Не служили, баб бьют. Короче, все понятно. Вопрос в том, что вот я после института пошел, надо же идти в военкомат, формирует все это. Я пришел, думал, сейчас меня и отправят. Мне говорят, а ты что, не знаешь? Все, уже не надо. Вот есть только военное время, все. То есть ты хотел? Не, не то, что хотел, я просто пошел вам взять документы, как это было. Я два раза писал. Позже зрители сделали... Я два раза писал. Сделали выводы, взяли парня. Вырежали. Не писал, не служил. У меня вопрос ко всем тренерам. Расскажите про вашего Савва Корявого ученика. Внимально дальше. Насколько он был плох? Получилось ли что-то в итоге его тренировок? И вообще, есть ли необучаемые люди или в принципе можно учить любого человека? Руслан? У меня был очень корявый ученик, который при этом добился неплохих результатов. Корявым был в том, что он, как бы я ни объяснял, он не слушал даже простая отработка, он все равно делал все по-своему. И, соответственно, то есть прошло там, он занимался три года и он как был на том уровне, так и остался. При этом он очень был упертый, выступал, получал много травм, но с большим характером. И он добился, он даже выступал по профессионалам, выступал, выступал по боевому самбо, выступал на стрелке. Но это для него был тяжелый путь, потому что... Ну а есть ли, в принципе, необычаемые люди, которые настолько корявы, что все ничего не получится? Ну, наверное, есть. Я, в принципе, таких не встречал, но, наверное, такие есть. Также, как вот, мне понравилось, когда мы в автошколу ходили, и нам инструктор говорил, что есть 10% людей, которым просто нельзя давать права. То есть им говоришь, поверни направо, поворачивать налево. Ему, говоришь, едь прямо, он там заворачивает. В принципе, наверное, есть такие в единоборствах люди. Жень такой... Вот, но я думаю, лично я не встречал. Егор? У корявых учеников хватает, но мое мнение, если у человека есть желание, можно научить любого. Главное желание. Расскажи про самого корявого. Самого корявого. Слушай, из корявых так сложно выбрать самого. Ты скажешь, он занимается не у меня. Их хватает просто. Ну, все, кто не попал к Андрею Владимировичу, они ко мне потом идут. Твой лидер рейтинга самых корявых учеников, и есть ли такие, которые вообще без перс... Не надо меня смотреть. Прямо первое, что ты вспоминаешь. То есть, это одаренность. Которая... То есть, я так понял, это просто судьба была, дала меня Жене, Жене дала мне судьба, чтобы проверить меня на прочность, мои нервы, все остальное, вообще профессионализм. Так как была камера, я поэтому бы всегда шутил, там, как бы, так отшучивался, там, не нервничал. Так бы, представляю, что бы Женя бы здесь выслушал. Но дома крепко пил. После каждого. не вот. Корявых хватает, но есть, они как бы тоже так же обучаем, потому что у них процесс более длительный. То есть, их очень тяжело там, они скоординируют, и вот они просто каждый день делают одно и то же, такое ощущение, как каждый день они начинают все с нуля. но проходит время, и все равно у них все начинает получаться. Если не бросают. Ну, если не бросают. Да, главное желание. Просто есть коряги еще, на самом деле, которые потом это используют, свою корявость, и это идет им плюс. То есть, вот эта нестандартность, корявость какая-то, то есть, все ждут от чего-то такого. Почему, даже бывает иногда с новичками очень неудобно работать, ты встаешь там, просто что-то поотрабатывать, получаешь какие-то вещи, которые нестандартные, вылетают. И иногда вот коряги такие, как раз они это используют, и добиваются даже, каких-то больших результатов, своей корявостью. Окей, коряги, ребята, у вас есть шанс, 10% не отписывайтесь. Вопрос ко всем ребятам, какие средства самообороны вы носите с собой, помимо владения навыками боевых искусств? Красиво сказал. Какое вооружение вы могли бы рекомендовать своим зрителям? И какой нож носит Егор Чудиновский? Я, друзья, за себя пока отвечу, я ничего с собой не ношу. У меня было время, я носил, что-то я носил, а нож я носил, ну, не как-то собрал, просто я его купил, мне пришли два красивых ножа с американского магазина, я их пока там открывал на скорость, я сделал себе все пальцы и понял, что, ну, нож это не мое. Я носил одно время куботанчик, после передачи с Андреем Леонидовичем Шудловским, он меня заразил. Был такой случай, я, значит, встречал ребенка после тренировки и с этим куботаном играл и в ВКонтакте мне пришло сообщение в личном сообщении, тогда они еще были открыты, Женя, а где ты взял такой куботан? Ну, я там как-то быстро ответил, там, на ebay, а где именно, я не могу найти. Я говорю, ну, там, поищи по ключевым словам. Какой ключевой запрос? Короче, пока я с этим человеком переписывался, я уронил свой куботан где-то среди осенних листьев и потерял его. После этого я закрыл личку и теперь у меня нет куботана. Так, Андрей, что ты носишь? Я ничего не нашел. Почему? Мне не надо, ты носишь с собой навыки боевых искусств. Ну, я просто как бы не дерусь, просто на улице, со мной ничего не происходит. Так у меня в машине только три ножа лежит, на всех случаях. Рекомендовать ты можешь что-то зрителям? Только три ножа. Это значит, в двери, в багажнике два, а, в бардачке и в багажнике. В ножу. На всех случаях. Рекомендовать, что можешь? Зачем? Я считаю, это вообще не нужно. Я про ножи забыл, под себя поштюм. Потому что, многие носят лошадь и ходят, и думают, когда же его буду применять, да? В принципе, если ты так спокойный и с тобой ничего не происходит, зачем тебе ножи носить? У меня было это такое счастье. У нас же не война, а в мирное время, и поэтому я считаю, что это глупость находить и быть, как Андрей говорит, уже заранее готовым к чему-то, что ты кого-то когда-то где-то это применишь. И поправил кобуру незаметно. Передерзал. На голени. То есть ты не носишь? Нет. И не рекомендуешь никому? Нет. Егор? По поводу рекомендаций. Можно рекомендовать все, что угодно, но если ты этим не умеешь пользоваться, это тебе только помешает. Тебе это отнимут и будут использовать. Ну, а если умеешь, ты кого-то зарежешь, тебя посадят. Вопрос умения как раз и сводится к тому, что ты можешь им делать. Резать, не резать. Потому что тот же пистолет можно просто достать, То есть можно как-то ножом что-то сделать, такой щек, чтобы тебя не привлекут. Бокл и зад. Просто правильно продемонстрировать и возможно это остановит человека. Какой нож носит Егор Чудиновский? О, Боже. Достал, продемонстрировал, резать никого не надо. Все, друзья, я считаю, вопрос закрыт. Кстати, у Андрея Владимировича тоже три таких машины. О, простой вопрос, короткий. Ваше мнение о поединке Жоза Альда против Конора Макгрегора. Закономерность или дело случая? Ну, я как самый знаменитый фанат Макгрегора, хотел сказать в этой стране, но перебрал немножко. На этом канале я был уверен в этом, я не спал всю ночь, я практически заснул. Но я ждал, конечно, причем самое обидное, что я не постал на этот бой, потому что перед этим я проиграл 15 тысяч рублей на футболе, на гребаном футболе. Манчестер Юнайт. Я не хочу это вспоминать. Я просто посмотрел 13 секунд, поаплодировал Конору и пошел спать. Альдин не соперник, Макгрегора там не могло быть что-то иначе, ну, может быть, дольше он продержался. Конор лучший боец всех времен и народов. Ну, я считаю, что боя там не было, был бы бой, можно было что-то говорить. А что было? Ну, была случайность. Была допор 60-го ролика. Как в первой встрече, друзья, тоже, это случайность. На самом деле, я на голову сильная костяна был, но вот это случайное колено в подбородок, оно как-то все перечеркнуло. Тоже примерно где-то на 13 секунде. Согласен, да? Чтобы что-то говорить, ну, должен был бой какой-то быть, а здесь нечего говорить начало боя, удар, все, поэтому... Ну, это же показывает то, что один мастеровит и другого. То есть, один так вот летит, но что, это ни о чем не говорит, разоград? нет, я считаю, что нет. Это фанат Альдо, друзья мои. Я вообще фанат. Который, правда, узнал об этой фамилии незадолго до съемок прогноза нашего и быстренько посмотреть на СКБФ и потом со знанием дела рассказывал о том, как Альдо, где-то кого-то там. Никто, на самом деле, из наших героев UFC не смотрит. Даже до сих пор пишет, что я никчемный. Никчемный прогнозист. Да, прогнозист. Слушайте, чем мы все это, какая-то случайность там. Мне кажется, Альдо уже вышел такой. Никакой. Егор? Без фанатизма отношусь к UFC. То есть я просто смотрю. То есть я просто смотрю. Нет, нет любиночков, поэтому я просто смотрю, как шо, как интересный бой. Поэтому мне было все равно, кто из них победит. И самое главное, я это просто посмотрел в записи и потом смеялся на теме, кто сидел всю ночь. Да. Такой год свержения чемпионов. В общем, друзья, не ставьте на Манчестер Юнайдцев. Не надо. Все, мы закончили нашу серию Близ и сейчас у нас уже вопросы к каждому из участников по отдельности. Так, первый вопрос Руслан Ахумов задает Андрей Абрашкин. В ваших видеороликах раздаются реальные дельные советы и мотивации в них хоть отбавляй. Но в секции бокса у тренера своя программа тренировок. Какие-то упражнения из ваших видеороликов приходится делать в свободное время. Как грамотно составить программу и можно ли тренироваться каждый день 5-6 дней в неделю? Каждый день или 5? Ну, короче, можно ли тренироваться 5-6 дней в неделю? Может лучше разговаривать тренировки по боксу занятиями в бассейне? Или, наоборот, этого не следует делать? Во-первых, можно ли тренироваться практически каждый день? Во-вторых, как совместить то, что человек узнал что-то новое из наших роликов с тем, что занимается тренером? И еще про бассейн пару слов. Про что? Про бассейн. А, про бассейн. Ну, исходя из такой ситуации тут можно посоветовать два раза заниматься в секции бокса, два раза заниматься какой-нибудь физподготовкой и пару дней можно посвятить отработкам наших видеороликов. А нужно ли вообще это делать, если у тебя есть тренер? Если это как-то идет в раздельство? Ты показываешь так вот, ты же сам говорил, что у разных тренеров там разный подход, разная методика, разная техника, разная школа. И не будет ли у человека там каши в голове, если он посмотрит, как показываешь ты, или Талалакина, или Басынина, а потом будет у своего тренера по боксу. Будет расхождение, если разговор идет о технике. То, что мы делали, там не было разговора в основном про технику, там было тактическое применение, поэтому тренер ставит свою технику, а здесь именно наработка, как это тренировать, поэтому здесь расхождение. Нет, если мы будем что-то делать по технике, тогда надо смотреть, уже сочетать. Окей. Вопрос к Егору. Знаком ли он с единоборствами Второй мировой войны в США и Великобритании, а также людьми вроде Уильяма Ферберна, Ферберна, Эрика Сайкса, Рекса Эпплгейта и Дермонта О'Нейла? Просто многое из того, что он показывает, использовалось упомянутыми людьми в своих системах на уровне как минимум не хуже, чем Крафт Мага. Поэтому, если Егор о них слышал, интересно было бы услышать сравнение этих систем. Одну фамилию я слышал, вот которая на F. Так, Фербер. Которая на F. Лично ни с кем не знаком. Знаешь ли ты. Какие-то вещи я видел, что кто-то показывал в интернете. То есть вот так вот вот эту систему, вот этого всего. Сравнивать никогда не брался, ничего ни с кем сравнивать и не буду этого делать. То есть ты кругозорство не расширяешь за счет знакомства с другими схожими возможностями? Нет, они мне не нужны. Категорично, что ж. Вопрос Андрею Басынину. Серж Зазаза задает вопрос. Андрей, обещали сделать зимнюю хардкорную уличную тренировку когда сезон уже открыт? Скоро, когда снег выпадет. У нас, друзья, снега нет. Не знаем, где живет Серж Зазаза, у нас снега нет пока. Плюс 9, да. Еще один вопрос Андрею сразу задает, видимо, Евген, может быть, Евген Доценко. Можно привести, есть ли работающие примеры Айкидо, Винчун и других традиционных единоборств? Сможешь ли привести примеры? В плане примера. Ну, выходи там, пока мы. Показывайся. Существует, вот человек спрашивает, веришь ли ты, что какие-то приемы из традиционных единоборств работают? Да, Айкидо. Работает. Есть уметь применять. Я же рассказывал. Все, человек обладает навыками бокса, кикбоксинга, борьбы, то есть реальным навыками соревновательных, когда психология, то есть и другая, где ты спарринги, реально спарринги, участвующих в схватках, ты понимаешь, что такое, как силы все это использовать, ты можешь спокойно на улице применять. А чисто так, там, никогда в жизни ничем не дрался, пришел, парикидо позанимался, получил первый дан, там, второй. Ну, я просто таких и знал личных людей. И они там ходят, им еще что-то, что-то на улице, на одушке им бью. Чего ты делаешь, что там на улице? Ну, он там, не знаю, я применял. Нормально? Все зависит от психики. Вещь, не имеешь? Отлично. Руслан, вопрос. Александр, сейчас вопрос. Руслан, а ты веришь в применение айкида? Вопрос задает человек под псевдонимом «Меня зовут». Есть ли в УКОДО работа с оружием? Какая, если есть и почему, если нет? У нас ее нет, хотя у УКОДО изначально подразумевалось, как что, спортивное прикладное, караты даже называлось, но у нас нет этих специалистов и поэтому, то есть, те тренеры, которые в нашей федерации, они отношения к прикладной системе. Ты же создатель, почему ты на кого-то там ссылаешься? Ты же самый главный. Нет, дело в том, что УКОДО у нас изначально, когда появлялась, подразумевалось, что у нас будет и прикладная техника, и спортивная, которая будет подходить и для спорта, и для улицы. А потом ты передумал? А вот, ну нет, подразумевалось, что будет такой человек, будет специалист, которые изначально не от тебя. И поскольку я не специалист, я не могу себя считать в этом специалистом, то у нас изначально были такие люди, а потом остались одни спортсмены. И поэтому, в принципе, нам сейчас хватает даже... То есть, сейчас это чистый спорт? Да, да, это спортивное направление. Молод. Окей. Вопрос Егору Чудиновскому. Павел Макаров задает вопрос. Стоит ли готовить ребенка к ситуациям, когда по какой-то причине родители не оказалось рядом, и ребенок остался один на один со взрослым недоброжелателем? Учит ли Крафмага такому, есть ли проработанные схемы поведения, которые можно учить ребенка заранее? Как выбросы захвата взрослого, как куда бежать в первую очередь, что кричать, чтобы другие взрослые среагировали? То есть, есть ли какая-то подготовка в Крафмага для маленьких детей? Да, начиная с 4-х лет, в принципе, я беру детей из 6-ти лет, уже чуть постарше. Чему там учат детей? Это приемчики какие-то, либо это там тактика поведения, либо это психология? и тактика, и поведение, и психология. То есть, тактика не идти на контакт с незнакомым человеком, раз. Если ситуация, грубо говоря, обостряется, он должен привлечь внимание к этой ситуации ребенок, да, если он понимает, что ситуация дальше возрастается, он должен убежать, если убежать не получается, он пытается защититься, ударить, укусить, в зависимости от детей, потому что по 2 года разная программа идет, разная строится методика, и вот это все мы отрабатываем на тренировку. Хорошо. Вопрос Андрею Басынину. Вот, шикарный вопрос, это мой любимый. Я сам писал. Миша, Миша Правдов задает вопрос. Здесь в начале небольшое вступление. Я с большим удовольствием смотрю ролики с Андреем. Он харизматик, отличный боец-ножевик, хорошо объясняет, явно обладает выраженным бойцовским характером, хорошей техникой, снова характером написано, и так далее. Я с его именем знаком еще с 2004 года по форме Кущергина. Кроме уважения, ничего к Андрею не испытываю. А теперь, собственно, вопрос. Понимает ли Андрей, что в случае боя с Сокомовым все для него, Андрея, закончится быстрым нокаутом? Слишком уж, на мой взгляд, у них разный уровень. Очень крутой любитель против сурового профессионала. Это, на мой, субъективный взгляд на взгляд зрителей. Приз мне не нужен, за ответ был бы благодарен. Спасибо. Какой-то вопрос там был. Понимаешь ли ты, что в случае с Русланом для тебя все закончится очень быстро и очень печально? Понимаю. Поэтому веселюсь. Аль да не понимал, что случилось. Вон какой грустный вышел. Так, еще один вопрос Андрею. Очень большой, видимо, вопрос. Ну, не фига. Такие нарезочки. Андрей Николаев задает вопрос ему тезки. Три слова всего. Басынин, как добиться девушку? Четыре из них. Басынин, как добиться девушке? Басынь, я тебя люблю. Четыре слова. Как добиться девушку? Какую? Пусть следующий вопрос. Параметры, рост, вес, какой возраст. Андрей в этом не специалист, друзья. Вопрос Руслану Ахумову задает девушка. Мария В. Мария В уже, наверное, не смотрит нас. Мария 5. Мария 5, да. Мария В или Мария 5? Мария 5. Руслан говорил, что всем своим спортсменам сборником ставят на каутирующий удар. И силы удара сколько-то КГ. А интересно, как обстоят дела с ударом у женщин? Точно так же. Точно так же. Точно такие же килограммы. Ну, килограммы, конечно, поменьше и удар полегче будет, но девчонки точно так же. Та же методика, те же сроки освоения, да? Да, все то же самое. Так же, просто если в процентном соотношении, будет все то же самое. Мария, приходите на ровках Руслана, только не поставите к нему ларька, пожалуйста. Это чревато после тренировок. Так, следующий вопрос Егору. Закончится. Нет, тоже такой. Илюша Корнилов спрашивает. Егор, начал ли ты заниматься спортивными единоборствами в дополнение Краф Мага? В инстаграме проскакивало фото с Андреем в клетке. Да. Я до этого занимался. проскакивало. Да, проскакивало. Чем ты занимаешься в клетке? Фотографируйся с Андреем Басыниным. То есть, ты не скажешь. Да пусть приходит в клетку, все увидит. Отлично. Вопрос Андрею Басынину. Какой у вас рост и вес? Рост мы уже выяснили. Какой у вас вес? Устраивают ли вас эти параметры? И самое главное, внимание, это тоже один из моих любимых вопросов. Антон Крещенко, автор. Если нет, то что бы вы хотели увеличить? Губы. Как и все это делаем. Неожиданный ответ. Вес какой? 77, но после мандарин это было уже 78. Хотел ли ты быть больше? Нет. Никогда? Нет, зачем? А почему ты вчера жаловался, говорил, что у меня очень худые ноги, я всю жизнь хотел, чтобы они были больше? Это было вчера. Сегодня вечно составляет. Ладно, хорошо. Просто непрофессионально ноги моим плечам. Плечи здоровые, шеи большая, спина большая. Сразу второй вопрос от Алексея Петрова. Был ли у тебя такой случай, что в уличной драке ты облажался или проиграл? Видимо, разные вещи. То есть, можно облажаться, но выиграть. Облажался, но в итоге победил. А тут, короче, когда ты как-то вот неплохо у тебя все закончилось в уличной драке. Был раз я с вертушкой так облажался. Это слово облажался как раз в тему. Это лет 16 было, 17 в парке. Кинул в вертушку, а человек взял и подошел ко мне. И нога здесь так повисла и так нежно так положил прям на спину. кортнул. Тогда я понял, что вертушку на улице лучше не бить. Музыка Дорогие друзья, поздравляю с Новым Годом. Желаю в следующем году, это год в обезьяны, быть более веселыми, шустрыми. Ну и все, что вы хотите сделать в следующем году, сделать и не искать никаких оправданий. Дорогие друзья, подписчики, студенты, тренера, здравия всех, с Новым Годом. Желаю больше здоровья всем и в Новом Году проводить больше времени не только перед экраном и монитором компьютера, но и спортивный зал, семью с друзьями больше быть на улице и заботиться о своем здоровье. Всех с Новым Годом. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам обычного, хорошего, человеческого счастья и хорошего настроения на все каникулы и новогодние праздники. Подписывайтесь на канал Боевые Ботаники. Друзья, я на самом деле не люблю Новый Год, не праздную его, не отмечаю. Будьте счастливы, занимайтесь тем, что вам нравится. Это и есть счастье. Привет, друзья. Вы смотрите канал Боевые Ботаники. Это один из первых выпусков 2016 года. Вероятно, не первый, но первый новой соведущей Светланы Андреевны, которая сейчас с вами со всеми поздоровается. Вот так, друзья, примерно и будут проходить наши парные конференции. Вот, собственно, начало эксперимента от такого. Такая была. Редактор субтитров А.Семкин